Да, некоторое время тому назад, когда мы задевали только этот сборник, и делался первый том, он есть, он там еще лежит, я нашел у себя дома несколько экземпляров, и принес их сюда, их можно даже приобрести, то как бы формат, идея, концепция сборника не была еще вполне ясна. Но так всегда бывает, когда задеваешь что-нибудь такое, что имеет перспективы роста, развития, то концепция сначала не очень ясна. Главное, что я понял в ходе работы над этим делом, редактируя, я понял, что надо сохранить изо всех сил речь автора. Даже если она кажется корякной, еще как бы такой спонтанной, неорганизованной, и вы знаете, постепенно я научился это делать, как мне кажется. И есть, вот Владимир Тенционов, это один из таких вот образцов, вот, ну, будете вот у вас сборник на лоб, вы его полистаете, вы увидите, что это за стихия. Борячок, еврейский пролетарий, сейчас вот здесь появится, еврейский пролетарий, участник корейской войны. Много счастья таких? Уникально. Непосредственность, живость, простота, ум, вот все в этом тексте. Он чудный совершенно, вы его начнете читать, он подкупает такой непосредственностью. Никакой идеологии, никаких надутых щек, ничего, вот все так вот прямо, как здесь, вот весь человек так открывается. Красота. Ну, я, кажется, ломаю весь план своего выступления, ведь надо к чему-нибудь вернуться. Значит, я хочу сказать вам слово, что в этих сборниках приняло участие в сегодняшний день 85 человек. И это предмет, конечно, этим можно вернуться. Люди совершенно разного, совершенно разного жизненного опыта. Мне часто это задают вопрос, а можно у меня не про войну? Я говорю, так кто сказал, что про войну? Кто сказал, что это должно быть про войну или про вакуацию или еще что-то? У каждого человека есть жизнь, есть право поведать о своей жизни. Поменьше идеологии, поменьше надутых щек, побольше правды, поменьше причесывания. Вот когда работаем мы над этими сборниками, у нас часто с Ирой, как с редактором возникают такие вот, она стремится это дело как-то организовать. Я тоже не против организации, но когда я вижу, что улетает дух, так сказать, то я всю организацию выбрасываю и делаю что-то совершенно неорганизованное. Таковы тексты Майи Семеновны Виноградовичу, которые мы все обожаем, вон она сидит. И не улыбается, что для нее не характерно. Обычно она улыбается, а она уже улыбается. Значит, Майя Семеновна давала интервью к Уснам, и я первый раз, в предыдущем сборнике, она была возмущена тем, что получилось. И кричала, это не я! Я ее понимал. Помочь человеку высказаться вполне, осуществить его намерения, не мои. Потому что мои намерения мне уже не интересны. Они мне ясны и так. Что хочешь сказать? И вот вы видите, получается такой сложный, зонословатый календоскоп человеческий, очень яркий. Иногда это люди, которые обладают явно выраженным, ярким литературным талантом, вот как Наталья Максимовна Соколовская, которая вот здесь сидит. Тут нечем говорить, там и работы для меня особой нет. Кое, что я редактировал, она, как правило, как человеку это соглашается. Вот. И она сегодня, на мне надеюсь, прочитает, да, какой-нибудь текст, да, прочитает. Есть блистательный материал Виктории Клейн, тоже там, где литература. Есть совершенно литература, а все, нет никаких возражений. И артистичный, в то же время он совершенно литературный материал. Чудный очеркоматери. Вообще, придется мне тут все-таки называть людей. Тут, к сожалению, вы понимаете, какая штука. Поскольку мы ковыряемся долго с Армономом, на этом уходите в среднем полтора года. Ну, а авторы иногда немолодые, некоторые уходят, уж здесь два автора. Три. 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 Ну, потому что в Инкionalи, я не понимаю, как в Баковой, в Содовском, в Львове, в Швеции. Швеции. Ну, она, если вы видите, да, да, да. Умерла совсем недавно, Амалия Гусарова. Очерк ее здесь. Причем, вы знаете, это, наверное, все-таки большая заспугаясь. Сожалею, здесь не присутствует, ребята, пока не Тройстан, который брал мне ее это в юге. Это было буквально полтора месяца назад, когда у нее была литература. Одной женой поехали, профессиональный фото-режиссер и фотограф. Она и есть фотографировала. И вот вы видите последний портрет этой женщины, который уже нет, сделанный совсем недавно. Это, наверное, большая удача, что так получилось. Дочка, кстати, очень много говорил, какая удача, что дети и внуки, в смысле внуки и правнуки, смогут узнать теперь, какая была у нее дочка. Есть театры из штатов, два человека, потому что она, они живут в Чикаго. Их здесь нет. Они живут в Чикаго. Поэтому я не буду вам долго рассказывать об этих текстах. Один из них, текст Клары Левиной, я назвал эссеевской учительницей, за что поднялся жесточайшим нападком со стороны салендактора, Левиной Троулинской. Она это сказала, жесточайшим нападком совершенно не спротивляет. Она стала говорить, да что это, прямо как советский фильм. А вся штука в том, что эта учительница совершенно не советская. Это еврейская девушка, которая окончила в Киеве педагогическое училище. Нет, это университет она включила. А на Киевский университет он включил. Нет. Да? Идагогическое. Короче говоря, поехало бы село. И там она вкусила всех прелестей советской сельской жизни, с антисемитизмом, крутым, со всеми прелестями, не сломалась, а состоялась. Это интересно. Поэтому я так полимерно назвал это дело. Может мне даже тоже словечко сказать? Ну скажи. Ну дай мне, я тоже пока не скажу из тех, пока я хорошо знаю. Я буду сидеть, если бы не взражать, потому что я так бежала и так ехала. Но я хочу, например, сказать, вот к сожалению, Лидия Корнеева, которая в последний момент, вот буквально за час до моего выезда сказала, что она, к сожалению, приехала не сможет, заболела. Вот это материал, маленькая флой, вернись. Вот материал совершенно потрясающий. Мы уже, конечно, такие материалы читали, связанные с гетто. Где-то у нас уже притупилось, наверное, восприимчивость. Но он провзает, конечно. Провзает этот материал. Вот. И невзирая ни на что, вот Лидия, которая была ребенком, в общем, чудом спаслась. Кстати, она пишет о том, как помогали простые белорусские женщины, как они спасали евреев, как они их прятали средством для жизни. Это все очень трогательно. Трогательно, конечно. И на фоне других совсем вещей, которые мы знаем, это все не может не волновать и не как-то, в общем, обнадеживать в том смысле, что все-таки много было другого. Вот. Лидия, к сожалению, не смогла приехать, передавала всем огромный привет. Она стала журналистом, много работала, написала несколько книг. Ну, вот этот вот материал вы с ней тоже познакомитесь. Хочу сказать про Маю Виноград. Вы про нее уже сказала. Сказала уже про Маю. Маю Семенову остается только как отчасти. Да, да. Хочу сказать тогда про Элиму Каганову, которая тоже, к сожалению, не смогла приехать. Вот. Но материал ее, это, собственно говоря, маленькая книжка об отце, об Исааке Каганове. Это человек, в общем-то, легендарный. Легендарный. Ой, отключите, товарищи, пожалуйста, отключите. Вот. Я свой телефон забыл, поэтому передо мной такой проблемы нет. Значит, Элима Каганова написала о своем отце, Исааке Каганове, человеке в свое время легендарном. И он, и ее мама были студией Тимы Михоэлса. Кстати говоря, в книге, фотографии не встречайшие. Вот. И она написала эту книгу в память об отце, которого она предотвратила, о человеке, в общем, который был сианистом еще тогда, когда сианистами были очень немногие. И он умер уже здесь. И написал две книги на иврите. И вот судьба этих книг, к сожалению, нельзя ее назвать счастливо, мягко говоря. То есть он их писал, и он думал, что он их приедет и издаст, и что они создадут буквально, что это будет взрыв. Вот. Но, к сожалению, они прошли незамеченно. Материалы очень драматичные, вы его прочтете. Ну, Саша, что-то передаю. Потом я дам про себя спасу, про слово. И ты про меня скажешь. Обладь. Да. Это вообще... Тяжело вообще об этом вам говорить. Потому что такие надежды были связаны. Такие... Ну, просто вся жизнь вокруг ивритского слова. Саша, тебя просят сесть. Ну, я же, если... От меня народ не видит. Увидишь. Главное, что не слышит. Ну вот, прибыл Владимир Бензонов. Слава Богу. Я телефон отключил. Человека, о котором я вам говорил. Это, понимаете, если жизнь, если к жизни относиться вполне серьезно, то если не выдумывать. Просто не выдумывать. То она вообще, так сказать, найти в ней свет, найти в ней смысл, чрезвычайно трудно. Это требует дикой работы. Вот то, что рассказала Ира о Гаганове, да, это подвижник, конечно. Он совершил невероятные вещи. Это и тюрьма, и был прятал эти рукописи, стихов. И, наконец, они никому не нужны. Никому. Никто их читать не желает. Вообще, как книга читается, как детектив. И читается на одном дыхании. И где? В Израиле. Куда он так стремился. Куда он так стремился. Они никому не нужны. Читающий народ не читает книги. То есть, народ книги, да? Не читает книги, да? Не читает книги. Не писал книги. Не писал книги. То он даже все и делал, что стихи так писались на иврите. То есть, много настоящего драматизма. И если кому-то удается, несмотря на все, все очевидность, жизненных тупиков, тщательно. И если кому-то удается подняться, то это великое чудо.